Уважаемые гости, компания Кудерлайн приветствует вас! Сегодняшняя наша встреча посвящена отчетности по физическим лицам, которая на 2023 год, то есть новая. И рассматривать мы ее будем на примере демобас 1S ERP и 1S Web. Вы видите на экране наши контакты, то есть телефоны, электронная почта, телеграм-контакты и адрес сайта. Вести встречу буду я, консультант-аналитик 1S Гардашева Галина. Мои контакты вы тоже видите на экране. Если вам по какой-то причине оказалось не очень удобно время проведения вебинара или вы не смогли, например, досмотреть его до конца, то на нашем сайте через некоторое время мы выкладываем записи вебинаров, и вы можете посмотреть в удобное для вас время. И данные вебинары, возможно, найдете что-то еще интересное для себя, поэтому милости просим. Как будут проходить сегодняшние наши встречи? То есть мы с вами нормативную, так сказать, информацию я буду показывать на слайдах, а потом мы будем переключаться на демобазы и там уже ручками, так сказать, смотреть, что у нас получается, если мы те или иные действия предпринимаем. И, соответственно, мы сегодня поговорим про новые формы регламентированных отчетов по зарплате по кадрам, как они заполняются в 1S ERP и 1S UB. Посмотрим отчеты новые EFS-1. И, соответственно, поскольку они связаны с объединением фондов, то застроим еще единый налоговый платеж и единый налоговый счет. Поговорим про административные мероприятия, поскольку будут необходимо внести некоторые изменения, допустим, учетные политики и так далее. И про сроки предоставления зарплатных отчетов. И поговорим про дополнительные сервисы, которые есть в конфигурациях и в одной, и в другой практически. Ну, то есть затронем все аспекты подготовки отчетности и состав отчетности. Итак, ну, в принципе, все уже знают, поскольку кто-то столкнулся уже на практике с необходимостью подавать новые отчеты, кто-то читал, смотрел нормативную информацию. То есть у нас с 1 января произошло слияние фондов специальный, то есть создан единый фонд и... Прошу прощения, я закрою окошко. То есть у нас создан единый социальный фонд и, соответственно, пенсионный фонд и соцстрах у нас прекратили свое существование. Очень много вопросов было задано по поводу нового отчета, который создан вместо тех, которые мы подавали раньше и по которым отчитывались за 2022 год. Несмотря на то, что очень многие информационные ресурсы сейчас размещают информацию, материалы на эту тему, вопросов все равно остается достаточно много. Мы поговорим про них сегодня. Итак, начнем с чего? С того, что, в принципе, кто куда отчитывается и что сдает. То есть у нас остались отчеты, которые мы, соответственно, сдаем в налоговые инспекции, сдаем отчеты, которые должны быть поданы в новый фонд, социальный фонд России, сдаем статистику. Обратите на нее, пожалуйста, особое внимание, потому что добавились новые формы и статистика стала реально предъявлять штрафные санкции за несвоевременную сдачу, за несдачу и так далее. Ну и, соответственно, у нас получается, что есть статистика. Возможно, если вы, например, некоммерческая организация НПО, то вам необходимо подавать еще какие-то иные сведения. То есть в этом случае вы их формируете уже в зависимости от того, какие фискальные органы у вас запрашивают эту информацию, ну и, соответственно, формы, которые для этого применяются в вашем конкретном случае. Напомню, что в налоговую инспекцию мы с вами подаем отчет 6 НДФЛ, которому, как вы знаете, идет как приложение, это справки 2 НДФЛ, то есть за год. Сдаем расчеты по страховым взносам, то есть РСВ, и сдаем персонифицированные сведения о физических лицах. Вот при разговоре про персонифицированные сведения тоже хочу обратить ваше внимание, проверьте, пожалуйста, как у вас оформлена информация, точнее информация, законодательные требования в отношении защиты персональных данных, потому что сейчас этому уделяется особое повышенное внимание, ну и, соответственно, это, собственно, информация, которая не затрагивает конкретно 1С, но ее необходимо иметь. И то, что мы подаем теперь уже в новый объединенный фонд, это сведения о трудовой деятельности, то, что раньше у нас было с АЗВТД, например, сведения о страховом стаже и сведения о взносах на травматизм, поскольку, как вы знаете, у нас были изменения не только в форме отчетности, но изменениям подверглись и договора, например, гражданско-правового характера, то есть они теперь тоже облагаются взносами и в том числе взносы на травматизм, но здесь есть свои тонкости, мы о них чуть-чуть позже поговорим более подробно. Ну, собственно, смысл в том, что мы с вами сдаем вот такие виды отчетности, они, в принципе, не слишком сложные, не слишком отличаются. Единственное, что новый отчет, который мы сдаем в объединенный социальный фонд, это отчет ЕФС-1, он, в общем-то, объединил отчеты, которые мы раньше подавали в пенсионный фонд, и форму 4 ФСС, которую мы подавали в соц. страх. Поэтому, как бы, это надо учитывать. И здесь сейчас мы с вами будем говорить про этот новый отчет и про сроки, которые сейчас необходимо соблюдать. То есть в марте месяце мы сдавали годовой отчет за 2022 год, ну, соответственно, еще сдаем, возможно, кто-то был опережающими темпами в этой теме, но, тем не менее, эти отчеты сдавались по старым схемам, то есть по старым формам отчетности. А в апреле начинаются, так сказать, кампании отчетности за первый квартал, и здесь мы уже будем применять именно новые формы. Вот про них мы и поговорим. То есть сроки сдачи квартального РСВ и в 6 НДФЛ у нас тоже изменились. Теперь единая дата подачи отчетов и единая дата оплаты налогов. То есть все новые формы необходимо сдавать до 25 числа следующего месяца, после отчетного периода. Кроме этого, с 1 января стал обязательно единый налоговый платеж. То есть мы платим все налоги одной суммой, и налоговые органы распределяют этот платеж по начисленным налогам. Соответственно, если мы подали отчетность раньше, чем наступили сроки оплаты платежа, то нам не надо писать уведомления, потому что налоговая по нашей отчетности разнесет начисление самостоятельно. Если же срок платежа наступает до того, как была сдана отчетность, то в этом случае нужно либо составлять налоговое уведомление о начисленных налогах, либо отправлять платежки. Вот здесь тоже есть небольшая тонкость. То есть если вы предоставляете налоговую платежку, то все хорошо и все благополучно до тех пор, пока вы не подали первое уведомление. После того, как вы подали уведомление, вернуться к платежкам вы уже не сможете. Но с другой стороны, это, возможно, немножко проще, потому что было очень много вопросов про коды, про КБК, которые надо указывать, если вы платежками налоговую инспекцию уведомляете. Поэтому, в общем-то, стоит проанализировать, что для вас более, ну, или трудоемко, или более непонятно, и уже исходя из этого строить дальнейшее свое взаимодействие с этими органами. Соответственно, уведомление у нас тоже должно направляться до 25-го числа месяца, в котором вы планируете заплатить в бюджет. Новую форму отчета, то есть отчет ЕФС-1, у нас разрабатывал пенсионный фонд, причем, обратите внимание, вот на какую тонкость. Утверждал новую форму документ постановления правления пенсионного фонда. То есть не как обычно привычный нам формат, когда утверждает Минфин или какие-то другие органы, а именно правление пенсионного фонда. Называется сама форма достаточно длинна, сведения для ведения индивидуального персонифицированного учета и так далее. Но краткое наименование ЕФС-1. Именно постановлением правления пенсионного фонда 245-П утверждены форма и порядок заполнения формы. А вот то, что она подается в электронном виде, это отдельное постановление регулирует. То же правление пенсионного фонда за номером 246-П. Обратите внимание именно на электронный формат, потому что этот отчет подается в электронном виде, и его кодировка отличается от тех отчетов, которые подавались ранее, допустим, в пенсионный фонд. То есть если вы в режиме ручного редактирования сможете отредактировать форму, то отправить ее уже не получится, потому что кодировка у нее будет другая. То есть отправить вы ее отправите, но принять у вас ее не примут. Сама по себе форма несложная. То есть мы подаем в единый фонд ЕФС-1, также сроки, которые теперь установлены едиными для всех. И эта форма состоит из титульного листа раздела 1 и раздела 2. То есть в каждом разделе есть еще подразделы. И, соответственно, заполнять нужно, если вы отчитываетесь за квартал, ну, соответственно, все формы. Если вы отчитываетесь за какое-то, например, кадровое мероприятие, ну, например, прием сотрудников, увольнение сотрудников, то в этом случае вам не нужно подавать полностью отчет, а можно подать только необходимый раздел. Но поскольку мы с вами сегодня говорим именно о квартальной отчетности, то мы будем иметь в виду, так сказать, по умолчанию, что разговор идет именно о полной форме и о сроках, которые требуются для предоставления квартальной отчетности. Отчет ЕФС-1 заменил у нас несколько отчетов, которые мы подавали в пенсионный фонд, и отчет 4 ФСС, который мы подавали в пенсионный фонд социального страхования. Сейчас я покажу табличку, на которой видно, какие подразделы у нас заменят, какие отчеты, подаваемые раньше. И сроки, то есть отчет ЕФС-1, как отчет, как объект у нас один, а вот сроков предоставления информации по подразделам у нас несколько. И на них я хочу обратить внимание. То есть подраздел 1.1 – это у нас подраздел, который заменил отчет СССР в ТД. То есть сам этот подраздел имеет такую же структуру, табличку, вернее, которая подавалась в отчете СССР в ТД. Отображаются в ней кадровые движения по работникам, то есть кадровые мероприятия. Но не только по сотрудникам, а еще и по лицам, с которыми заключены договора гражданскоправового характера. И здесь у нас есть сроки, которые регламентируют подачу не позже следующего рабочего дня. То есть если сегодня вы приняли человека, то завтра вы должны подать на него этот отчет, точнее раздел отчета, который отражает эти сведения. Подраздел 1.2 – это бывший отчет СССР стаж. Здесь мы должны показать стаж работников. Подается он 25 числа месяца следующего за отчетным годом. Обратите внимание, то есть не месяцем, не кварталом, а годом. То есть это годовой. И раздел 2. Здесь у нас отражаются данные, которые подавались в ФСС. То есть это отчет 4 ФСС. И у нас там с вами отражались взносы на травматизм. Сейчас мы тоже должны его подать 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. И, соответственно, в соответствии с теми данными, которые у вас были зарегистрированы в пенсионном фонде. То есть тариф страховых взносов, ваш АКВЭД, то есть код подтверждения вида деятельности и так далее. Как я уже говорила, сам по себе отчет ЕФС-1, он достаточно несложный. И поскольку у нас, мы говорим сегодня про программы, про конфигурации, вернее, извините, ЕРП и зарплата и кадры, то есть ЗУП, то мне хотелось вам сейчас показать, как в одной и другой конфигурации можно работать с отчетами. Мы сейчас с вами переключимся на демобазу. И демобаз у меня две. Одна демобаза – это ЕРП, и вторая демобаза – это зарплата ЗУП. Сейчас мы с вами переключаемся на ЕРП. И вот какой момент. То есть у меня стоит напоминание о новости. Вы можете отключить это напоминание. Делается это… Сейчас один момент, я сдвину вот эту табличку. То есть если вы установили, например, автоматическое обновление программы, то у вас будут выскакивать предупреждения, вот эти всплывающие окна. И посмотреть это предупреждение вы можете вот по этой пиктограммке, колокольчик, если я ее сейчас открою, у меня высветится та информация, которая была вот как всплывающие окна. Для того, чтобы ее убрать, достаточно нажать кнопочку «Очистить», но если хотите, можно почитать и поподробнее. Мы сейчас очистим, чтобы они нам не мешались во время встречи. Итак, значит, у нас в ERP есть отдельные блоки кадра и блок зарплата. И то же самое, сейчас мы переключаемся на зарплату, то есть на один из зуб. У нас есть такие же разделы, кадры, зарплата, ну и, собственно говоря, другие, есть и в зуб. Немножко отличается интерфейс, но... Ой, извините, чуть не тихнула. Но функциональность, в общем-то, одинаковая. У нас в ERP включен зубовский блок полностью, зуб проф. Поэтому некоторые вещи мы будем смотреть на одной конфигурации, некоторые на другой. А почему можно делать таким образом? Потому что эти блоки идентичны. А вот если мы с вами перейдем, допустим, в раздел кадры, то, видите, здесь идет работа с кадрами, кадровые отчеты, сервис и так далее. Если мы с вами переключимся в демобазу ERP и выберем раздел кадры, то у нас абсолютно такой же блок есть и здесь. То есть работа с кадрами, кадровые документы, сервис 1С, кабинет работника и так далее. Ну, а здесь уже идет расшифровка тех документов, которые мы можем делать, которыми мы можем работать. И, собственно говоря, есть сервис и есть настройки и справочники. То есть вот меню настройки и справочники тоже идентичное. Допустим, есть некоторые функции, которые расширены в ERP, но основной зарплатно-кадровый блок здесь идентичен. То же самое касается, например, мы перейдем с вами в раздел зарплата. Зарплата. И здесь у нас есть подраздел отчетность, справки. И, как вы видите, здесь есть 1С, отчетность, справки, пособие за счет ФСС и так далее. Если мы с вами переключаемся в блок, не в блок, в окошко по зубу и выбираем блок зарплата, то здесь у нас тоже есть, как вы видите, во-первых, вот такие сервисы, а во-вторых, у нас есть отчетность и справки. И здесь у нас точно такие же отчеты есть. 1С, отчетность, справки 2НДФЛ и пособие за счет ФСС. То есть функциональность у нас одинаковая. Поэтому, в общем-то, именно понять механизм, как работать с отчетами, можно что на примере одной конфигурации, что на примере другой конфигурации. То есть это будет функциональность одинакова, одна и та же, но немножко разные интерфейсы. То есть в каком месте искать, например, отчет в зубе, в каком месте искать отчет в ЕРП. Еще в ЕРП есть вот такой момент, обратите на него тоже внимание, что в каждом разделе есть сами по себе отчеты, которые касаются именно, допустим, вот я открыла блок кадр, именно кадровые отчеты. И есть функциональные регламентные отчеты. То есть они живут у нас в ЕРП в разделе регламентированный учет. Но практически попасть в это же место, то есть регламентированный учет, мы можем и из другого раздела, раздела зарплата. Вот у нас здесь отчетность справки, 1С отчетность. И то же самое, что мы увидим, если перейдем в раздел регламентный учет. Сделано это чисто для удобства. Это на самом деле один и тот же блок. Но, например, специалистам, которые работают с зарплатным блоком, не всегда удобно скакать по другим разделам. То есть вот вы видите тоже самое, 1С отчетность. Вот у нас регламентированные отчеты. Это журнал созданных отчетов. И мы можем попасть в него и отсюда, и отсюда. То есть где вам удобнее, там это и можно выполнять. Сейчас мы с вами снова переключимся на наши слайдики и поговорим вот о чем. То есть сама структура этого отчета, ну, титульный лист, это понятно. Там у нас указываются регистрационные данные, как в обычных других отчетах. То есть период, налоговая инспекция, регистрационные данные. И раздел 1. То есть раздел 1, это у нас заменяет 4 отчета, которые мы подавали раньше в пенсионный фонд. И вы видите здесь перечень, который, в общем-то, показывает подразделы и сведения, которые там должны быть размещены. Заполняется это автоматически. И здесь вот на что хотела обратить внимание. Когда мы с вами открываем блок отчетности, ну, вот, например, я сейчас переключусь в ERP. Вот у нас блок регламентированный учет. Вот у нас блок 1С отчетность. И здесь я хочу обратить ваше внимание вот на что. Что 1С отчетность – это не только блок, в котором размещены сами отчеты и дополнительные сервисы. Но это название и сервиса – 1С отчетность. Этот сервис позволяет напрямую передавать данные в фискальные органы, то есть, например, на сайт налоговой инспекции, минуя операторов связи, то есть минуя СБИС, Астрау, Контур и так далее. На самом деле это достаточно удобно и сейчас становится очень актуально, поскольку такие отчеты, которые должны быть поданы, например, на следующий день, гораздо проще подать именно сразу напрямую на сайт налоговых органов или объединенного фонда. И если от них приходят какие-то запросы на пояснения, уведомления, требования и так далее, то в этом случае вы экономите 1-2 дня на прохождение документов через оператора и, соответственно, у вас остается меньше времени на то, чтобы подготовить какие-то отчеты или документы, которые с вас затребовали. Здесь еще обратите внимание вот на что. То есть у нас весь раздел, когда открыт, имеет вот такое строение. То есть сначала мы можем запустить журнал, а потом есть дополнительные сервисы, которые позволяют переписку, там уведомления на основании уведомлений, отправлять документы и так далее. Если мы с вами открываем этот расчет, этот раздел, то мы попадаем, как я уже говорила, в журнал отчетности. Вот, к сожалению, не очень быстро открывается. И там мы видим, что отправили, в каком статусе, то есть в работе, принято и так далее. Но вот эти вот сведения, которые у нас указаны, как дополнительные сервисы, будут точно так же открываться и в учете, в журнале учета, и только немножечко по-другому расположены. Они будут расположены в верхней линеечке меню. Ну вот, пока он открывается, мы можем с вами еще посмотреть немножко информации по нормативным, так сказать, сведениям. И, собственно говоря, в разделе 1 у нас с вами будут перечислены сведения, которые подавались в пенсионный фонд, и каждая табличка, которая содержит эти сведения, в принципе, очень похожа на таблички, которые мы заполняли в этих отчетах. Так что технически именно заполнение как бы не вызывает особых затруднений, тем более, что конфигурация 1 и 2 позволяет автоматически заполнять эти сведения из первичных документов. Вот с разделом 2, здесь немножко другая история, потому что раздел 2, это у нас отчет бывший 4 ФСС, то есть здесь, в принципе, то же самое мы указываем облагаемые базы, необлагаемые сведения и исчисление страховых взносов на несчастное страхование, так сказать, и профзаболевания, страхование от несчастных случаев и профзаболеваний. Сюда добавляются сведения о проведении обязательных медосмотров и, соответственно, сведения по САУД. Напомню, что если у вас изменились, например, уволился работник, пришел новый, у вас должность осталась, как бы рабочее место осталось, но изменился состав сотрудников, то эти сведения необходимо продублировать и в САУД. Собственно говоря, форма 4 ФСС, она там уже продублирована, но сам по себе раздел находится в режиме доработки, если можно так сказать, и будет дополнен немножко позже, но уже необходимыми таблицами. И повторюсь еще раз, то есть когда мы создали отчет в этом, какой-то, ну, например, в разделе 2, то выгрузку, когда мы проверяем для предоставления в фискальные органы, у нас будет формироваться в новом формате, и подаем мы ее в электронном виде. Напомню, что за несоблюдение сдачи в электронном виде сейчас тоже предусмотрены штрафы, то мы немножко позже еще вернемся к этому моменту. Но если вы обязаны подавать только в электронном формате, то, значит, вы обязаны подать в электронном формате, и если это будет нарушено, то вы попадете под штрафы. Форма заполняется автоматически, то есть, соответственно, если у вас были приемы на работу или увольнения, причем, заметьте, здесь будут отражаться сведения и о сотрудниках, с которыми вы заключали гражданско-правовые договора. И вот здесь у нас есть достаточно много изменений, то есть изменения, которые законодательно установлены. Раньше у нас просто был договор ГПХ, и все хорошо. А сейчас у нас есть именно договора ГПХ, у нас появились новые справочники, выполняемые трудовые функции и коды выполняемой функции. Это у нас информация находится в классификаторах, мы к ним вернемся немножко позже, когда перейдем смотреть конфигурацию. И, собственно говоря, если вы все первичные документы заполнили правильно, то есть не поленились, полностью заполнили все поля в договорах, проставили флажок, что отражается в электронной, трудовой книжке и так далее, то здесь сложности обычно не возникают. Возникают сложности, если вы какие-то поля пропустили, и, соответственно, конфигурация не может получить данные, то тогда вот будут сложности. А договора гражданско-правового характера, то есть есть аббревиатура ДГПХ, то есть договора гражданско-правового характера, есть отдельный вид договоров, например, авторский ДАВТ и так далее, то есть эти аббревиатуры есть в классификаторах. А лицензионные, если у нас мероприятия по лицензионным договорам или об отчуждении исключительных прав, то это тоже теперь имеет собственные аббревиатуры ДОИП, ИЗЛД и ЛДПИ, почти как название партии. Соответственно, эти мероприятия имеются в виду прием, увольнение, перемещение и так далее, у нас находятся в разделе кадрового учета. И еще одно новшество, то есть мы теперь должны заполнять статусы застрахованного лица, и это статусы, они в основном в подразделе 1 у нас находятся, отражают гражданское, так сказать, состояние, то есть, например, застрахованное лицо у нас будет ЗЛ, и если у нас гражданин РФ, то будет аббревиатура ГРФ. Если это у нас иностранные граждане или лица без гражданства, которые имеют вид на жительство, то есть постоянно проживают на территории РФ, будет ПЖ и Г, постоянное жительство иностранного гражданина. Соответственно, вот на это тоже теперь нужно обращать внимание и, как я уже говорила, повторюсь, полностью заполнять все поля, которые нам доступны. Сейчас мы с вами вернемся снова, посмотрим, сработал, да, вроде сработал наш переход. Переход. Вернем обратно эту линейку. И, значит, это мы с вами перешли в журнал данной отчетности. Как вы видите, здесь у меня есть какой-то регламентированный отчет, отражается его статус, ну, то есть это не новое, это все действует уже достаточно давно. А вот теперь, как нам напомню тоже, кто постоянно работает с отчетами, в принципе, знаком с этой функциональной опцией, у меня в журнале нету невыведенные отчеты, которые я должна сдавать. Чтобы мне не забыть, что я должна сдавать, я могу использовать кнопку создать. Это один вариант действий. И, опять же, она у меня загружается так, что состаришься, пока дождешься. И в этом случае нам откроется диалоговое окно с двумя закладочками. На одной закладочке перечислены абсолютно все отчеты, которые мы можем сдать, а на второй избранные. То есть, чтобы вот в этот журнал у нас попадало и по кнопочке создать открывалась нужная информация, я могу отметить те отчеты, которые мне необходимо сдавать. И тогда они у меня будут, во-первых, открываться по умолчанию, а во-вторых, только то, что мне нужно. Но вот, опять же, к сожалению, достаточно долго это формируется. Мы с вами пока переключимся в конфигурацию ZOOP. То есть, посмотрим здесь, что у нас происходит. К сожалению, это закрывает мне панель меню. это у нас с вами раздел отчетность, справки. Здесь у нас абсолютно такой же блок, как мы видели в предыдущей конфигурации. То есть, вот здесь у меня пункты, которые помогают коммуникациям, то есть, получение уведомлений, переписка, сверки и меню личный кабинет. Обратите на него внимание, мы попозже немножко вернемся к этому. И вот здесь у меня уже есть отчеты, которые я формировала, допустим, для текущей отчетности. И опять по кнопочке создать мы с вами переходим в меню выбора. Ну, надеюсь, вот здесь у меня уже открылся это окно. То есть, вот моя закладочка избранная, здесь у меня одно единственное, одна единственная запись, а вот на закладочке все, вот все меню, которое мне будет доступно. И наши с вами отчеты ЕФС-1, например, относятся к разделу отчетность по физлицам. Если мы по плюсику открываем эту папочку, эту группу, то, соответственно, мы сбедим с вами отчеты, которые мы можем сдавать. И обратите внимание, то есть, сведения о трудовой деятельности работников СССР и ТД, это и есть наш отчет ЕФС-1, и мы ему можем отсюда выбрать. Я сейчас это не буду делать, это просто для того, чтобы вы не пугались, если вдруг открыли и не увидели нужного вам отчета. Но обращаю ваше внимание вот на что. Поскольку в этом году было очень много изменений и в формах регламентированных отчетов, и в дополнительных настройках, ну, собственно говоря, не только в формах, но и настройках, то прежде чем готовить квартальную отчетность, вам нужно проверить актуальность вашего релиза конфигурации, на чем вы работаете. Потому что если у вас не совсем новый, я не говорю уже про седую древность, ну, допустим, релиз, который полгода назад выпущен, то в нем еще не будет отчета EFS1. И посмотреть мы можем вот по этой пиктограммке. Здесь мы выбираем сведения о программе и в этом случае вся информация про нашу программу, про нашу конфигурацию. Сначала здесь указан релиз платформы и дальше вот у нас сведения про конфигурацию. Как вы видите, управление предприятием у меня версия 2.5.8.321. Это не совсем уж древняя, но и не последняя, поскольку сейчас идут последние цифры, это 410, ну вот сейчас уже новый пошел, то соответственно вам нужно будет сначала обновить конфигурацию, уже потом готовить отчетность. Так, это мы сейчас закроем, чтобы оно нам не мешалось. Вот так. И снова возвращаемся к нашим слайдам. Мы поговорили о том, что у нас происходило с договорами гражданскоправового характера и о том, какие теперь нужно заполнять статусы и коды. И двигаемся дальше, поговорим по срокам. Как я уже говорила, если у вас происходят какие-то кадровые мероприятия, то вам не нужно сдавать полностью весь отчет ИФС-1, а нужно сдавать только раздел 1, то есть там, где указываются сведения именно о кадровых мероприятиях. А вообще, поскольку у нас теперь действует единый срок предоставления отчетности, то вы видите на нашей схемке числа, когда должны быть предоставлены и какие конкретно разделы должны быть предоставлены к этому сроку. Как вы видите, вот здесь у нас идет подраздел 1,1, то есть это бывший СЗВТД по мероприятиям. То есть, если у вас не происходило каких-то кадровых мероприятий, то подавать его в промежуточные даты нет необходимости, только по тем датам, когда вы должны подать отчетность. И поскольку у нас изменения коснулись договоров гражданско-правового характера, то вот здесь я хочу показать вам слайдик, не будем переходить в конфигурацию, достаточно посмотреть на форму договора. То есть, у нас основная смысловая нагрузка будет ложиться на договор, поскольку мы выбираем договор, например, гражданско-правового характера. Шапка у нас как обычно, то есть, кто, какая наша организация, какое юрлицо, с кем, то есть, с каким сотрудником физическим лицом. Да, когда у нас этот договор ГПХ будет действовать, и дальше вот этот вот флажок отразить трудовую деятельность. Когда мы этот флажок ставим, то у нас это мероприятие будет отражаться в электронной трудовой книжке. Ну, соответственно, в этом случае у нас будет код. Вот он у меня здесь выделен рамочкой. Здесь есть классификаторы и вы выбираете из этого классификатора значения, которые подходят для вашего случая. Они здесь уже есть, и есть подробная расшифровка, что вот эти цифры обозначают. Еще на что нужно будет обратить внимание, это вот на вот это поле учитывать как. поскольку конфигурация позволяет опять же одна и вторая учитывать договор с работником гражданского правового характера и как расчеты по оплате труда, то есть на 70-м счете и как расчеты с контрагентами, то есть на 76-м счете. Ну, дальше собственно привычный интерфейс вы заполняете те условия на которых вы заключили этот договор и обратите внимание еще вот на какой пунктик вот видите здесь стоит пустое окошко в котором обычно проставляется чекбокс то есть такая зеленая галочка и комментарий что подлежит страхованию от несчастных случаев. Значит вот этот флажок в принципе очень важен для того чтобы ваши работники смогли воспользоваться страхованием от несчастных случаях на производстве поскольку в этом случае страхование то есть оплата например больничного листа будет связано с тем перечислялись ли возносы за этого работника в предыдущий год фонд соцстраха то есть если вы в предыдущий период в 22 году например не перечисляли взносы то не только несчастное страхование это 2,9% которые мы платили для оплаты больничных то ваши сотрудники не смогут воспользоваться оплатой больничных листов и теперь еще другой документ это мероприятие кадровое мероприятие и вот здесь вам нужно просмотреть чтобы у вас была проставлена категория вы видите тоже красное выделение то есть это то что я вам говорила уже то есть гражданин российской федерации иностранный гражданин постоянно проживающий на территории государства и так далее и вот опять же у нас отметочки о ведении трудовой книжки то есть у вас сотрудники могут иметь электронные трудовые книжки сейчас если мы принимаем на работу вновь сотрудника то есть он никогда не работал раньше то в этом случае мы ему оформляем электронную трудовую книжку но если сотрудники которые уже работают например раньше имели бумажную трудовую книжку то они могут могли вернее в свое время написать отказ что они не хотят электронную трудовую книжку а хотят продолжать ведение трудовых книжек в бумажном формате в этом случае все трудовые книжки которые выписывались ранее у нас действительно плюс у нас еще трудовая книжка нового образца который должен выписываться уже в текущем моменте так мы отсюда сейчас уходим и снова вернемся к нашему ЕФС-1 и поговорим снова про сроки то есть отчетность которую мы сдавали скорее всего уже большинство сдало сдавали за 2022 год у нас формировалось по старым формам а в ЕФС-1 мы должны отражать сведения которые касаются уже 2023 года но опять же напомню что 25 число это теперь единый срок предоставления отчетности и как я уже говорила если у вас какие-то кадровые мероприятия происходили с 1 января по текущий момент то ЕФС полностью вам не нужно было подавать нужно было только необходимый раздел СЗВТД это у нас прием увольнение вот сейчас еще одна важная особенность то есть при остановлении и возобновлении обычного трудового договора который касается тех случаев когда сотрудник попал под мобилизацию то есть если он у вас попал под мобилизацию увольнять его вы не имеете права и вы должны отразить в кадровых документах то есть при остановлении его трудового договора или возобновления трудового договора. И здесь у нас, опять же, сроки действуют те же, которые для обычных кадровых мероприятий, то есть не позднее следующего рабочего дня. И сведения про дисквалификацию. Ну вот вы видите на экране сейчас, какой раздел, какие сроки. Ну, в принципе, сроки у нас теперь единые. И разница заключается только в том, следует ли подавать такой отчет ежемесячно, либо ежеквартально, либо это у нас годовой отчет. Соответственно, в этом случае это будет уже год следующим за текущим. Снова вернемся к нашим демо-базам. Ну, давайте, наверное, начнем. Ну, пусть будет зарплата. Мы с вами посмотрели, где добавить нужный вид отчета. И я хочу остановиться еще на личных кабинетах. То есть здесь, обратите внимание, в журнале регламентированных форм у нас есть еще, кроме того, что я сейчас показывала, у нас есть еще меню настройки. Если мы используем это меню, то мы с вами попадаем, ну, собственно, практически почти туда же, где мы смотрели, какие виды отчетов нам перенести в избранные. Практически вот. То есть у нас справочник регламентированных отчетов. Это как раз-таки вот он и есть. Ну, журналы выгруженных отчетов и так далее. Это тоже мы все можем настроить. И вот здесь же у нас живет с вами заявление на подключение к сервису 1С-отчетность. То есть это как раз то, о чем я говорила. Прямой обмен между сайтами фискальных органов, минуя оператора связи. То есть подключить его очень сложно. И на самом деле, если вы подписчик ИТС-ПРОФ, то вам подключение на вашу организацию будет бесплатным. Если у вас подписка на ИТС-Техно, то это вам будет стоить дополнительных денег, но очень незначительных. В зависимости от того, сколько вам нужно дополнительной лицензии, там сумма будет порядка 3,804, 3,804, 800 на год. То есть если мы эту сумму разобьем помесячно, то получится вполне себе дружественная цифра. Так, снова возвращаемся. И сейчас мы поговорим про личный кабинет. Это еще один достаточно комфортный сервис, который опять же есть в обеих конфигурациях. То есть вот это мы с вами были сейчас в зарплате и управлении персоналом. Сейчас мы с вами переключаемся на ERP. И вот, как вы видите, здесь у нас это раздел регламентированный учет. Вот открыт опять же журнал. Вот у нас абсолютно такой же функционал, как и в ZOOP, настройки. И в настройках мы можем абсолютно таким же функционалом воспользоваться, как вы видите. То есть это можно показывать и на одной, и на другой конфигурации. И говорили мы с вами про личные кабинеты. То есть вот они в зарплате и управлении персоналом. И они у нас с вами, еще слово личный кабинет, есть в разделе кадра. Но здесь у нас уже сервис 1С кабинет сотрудника. То есть не личный кабинет, а кабинет сотрудника. В чем разница? Разница в том, что личные кабинеты, которые мы с вами смотрели, вот в этом разделе, вот они у нас, личные кабинеты. Это личные кабинеты организации на вот этих вот сайтах. То есть вы можете на сайт налоговой инспекции перейти. Единственное, что для того, чтобы там зарегистрировать личный кабинет, просто нужно сведения туда заполнить, пройти процедуру регистрации. После этого туда уже будет переключаться без этого. То есть будет переключаться по умолчанию, когда вы выбираете этот кабинет. И та же самая история у нас, как вы видите, есть по ФСС. Сейчас он у меня переключится. Вот, то есть видите, сразу переходит на сайт налоговых органов. И здесь вот описана процедура, как этот личный кабинет можно зарегистрировать. Зарегистрировать, здесь нет ничего сложного. И практически это можно сделать самостоятельно, без помощи СИС-админа. Ну, у каждого своя политика безопасности. Возможно, у вас без СИС-админа вы не сможете это сделать. Но если у вас не такой уж там драгоновский метод проверки, то это можно сделать самостоятельно. И, как вы видите, здесь у нас есть личный кабинет по работе с электронными листками нетрудоспособности, подтверждение вида деятельности, все другие социальные, страховые случаи и так далее. И дополнительно есть и Росприроднадзор, и Росалкогольрегулирование. Обратить ваше внимание, я хочу на статистику, потому что в четвертом квартале прошлого года, в начале этого квартала, было во многих релизах добавлена отчетность на статистику. И для того, чтобы быть уверенным, вам нужно перейти на портал Росстата и по ИНН, которое касается вашего юрлица, проверить, не попало ли ваше юрлицо под какие-то выборочные отчеты. То есть, возможно, вы должны сдавать еще какую-то отчетность, которая ранее для вас была не характерна. И в этом случае статистика с прошлого года начала применять штрафные санкции, причем достаточно серьезные, которые были связаны с несвоевременным предоставлением или с непредоставлением именно таких отчетов. То есть, если обнаруживается факт непредоставления отчета или несвоевременного предоставления, на первый случай это будет штраф до 70 тысяч рублей, а при повторном проступке этот штраф будет уже до 150 тысяч. То есть, согласитесь, стоит потратить 15 минут и проверить, какую отчетность вы должны подавать, с тем, чтобы не тратить такие достаточно серьезные деньги на штрафные санкции. Снова вернемся с вами к нашим слайдам. И еще одна тонкость, которая касается отчета ЕФС-1. То есть, у нас достаточно размыта в этом случае информация о том, кто конкретно должен сдавать отчетность. Не именно касательно юрлица, а именно касательно сотрудников. То есть, в нормативных документах указано, что это обязанность работодателя. А вот конкретно, какие сотрудники или какие должности должны отчитываться за компанию, не указано. То есть, исходя из того, какая информация у нас в этой форме вложена, мы можем, допустим, поручить бухгалтерии заполнять подразделы 1 первого раздела или, например, раздела 2 ФСС. А вот кадровому отделу поручит заполнение информации, которая раньше размещалась в отчетах СЗВ ТД и СЗВ Стаж. Соответственно, в этом случае нужно учитывать, что на людей, которые подписывают вашу доверенность, должны быть оформлены либо квалифицированные электронные подписи, либо машиночитаемые доверенности. В противном случае, если доверенности были неправильны, либо оформлены, либо не оформлены, то налоговая может признать вашу отчетность непредоставленной. С прошлого года, с июля, точнее, извините, с июля 21 года действует постановление, по которому налоговые органы в случае обнаружения информации, например, о недостоверности подписи, если отчетность подписана не тем уполномоченным лицом, если обнаружены, например, сведения о том, что у руководителя содержатся недостоверные данные в карточке ЕГРЮ, ну, например, он по возрасту поменял паспорт, а в ЕГРЮ сведения об этом не подались, и будет, соответственно, расхождение. Либо о том, что отчетность подписана дисквалифицированным лицом и так далее, даже поданная в нужном формате, в нужные сроки, то есть соблюдением всех сроков отчетность, может быть признана непредоставленной, и, соответственно, все дальше рательные мероприятия, то есть блокировка счета, попадание во всякие черные списки и так далее. Чтобы вот этого не произошло, перед тем, как вы будете формировать отчетность, проверьте сведения, которые содержатся в ЕГРЮ, чтобы в случае чего это можно было в пожарном порядке исправить. Это все-таки лучше, чем дождаться, пока у вас заблокируют счеты за недостоверных данных. Кроме того, что мы сдаем вот этот новый отчет, соответственно, остались те отчеты, которые мы сдавали раньше, то есть персонифицированные сведения. Здесь вот я уже обращала ваше внимание, нужно проверить документацию, которая сопровождает работу с персональными данными, чтобы у вас все было, ну, во-первых, актуально, все сотрудники актуальны, мероприятия по защите прав были актуальны и так далее. Соответственно, персонифицированные сведения, они содержат сведения о начислениях, то есть о сумме начисления работнику, ну и, соответственно, взносов, которые с этих сумм были рассчитаны. Здесь, собственно говоря, по сравнению с тем, что мы подавали раньше, особых изменений нет, кроме изменения даты предоставления, то есть этот отчет предоставляется ежемесячно, не позднее 25 числа следующего месяца. Кроме персонифицированных сведений, мы сдаем РСВ, то есть расчет по страховым взносам. Это тоже не новая форма. Новая форма больше технический характер носит, то есть теперь четыре раздела вместо трех, и этот отчет дополнили разделом для организаций, которые выплачивают вознаграждение прокурорам, следователям и судьям. И, собственно, еще одно новшество, то есть сумма взносов на пенсионное обеспечение, медицинское и соцстрах отражается единой суммой. Ну и, соответственно, информация по взносам предоставляется по-прежнему, каждый квартал, ну и единый срок до 25 числа. И мы подаем такой отчет первый раз, то есть за 23 год, за первый квартал. В другие формы тоже были внесены изменения, но по масштабам это уже более технические, если можно так сказать, изменения. То есть они уточняют просто действующий сейчас порядок или для каких-то частных случаев могут быть предоставлены, предусмотрены, извините. Дальше, кроме этих отчетов, то есть ЕФС-1, персонифицированные сведения РСВ, может потребоваться сдача декларации, 3 НДФЛ, она тоже по новой форме, но тоже таких каких-то критичных или революционных изменений в этой форме нет. Применять нужно ее с 22 года, то есть за 22 год мы по этой форме отчитываемся, и 6 НДФЛ, то есть это тоже у нас годовая отчетность, она тоже попала под изменения приказ, вы видите, вот он здесь у нас отражен. Ну и, собственно, эти изменения связаны с единым налоговым платежом и, соответственно, со сроками уплаты НДФЛ. Опять же, здесь у нас единый срок отчетности 25 число, и, значит, мы должны были за 22 год отчитаться до 25 февраля, то есть этот срок уже прошел. За первый квартал 23 года, ну, соответственно, у нас будет это в будущем уже, будет такой отчет, то есть сейчас мы его не должны подавать. И еще один момент, на что хочется обратить внимание, это на ответственность. То есть, соответственно, поскольку изменений было много, изменений было много и в регламентированных документах, и в порядке расчетов и так далее, штрафы, естественно, тоже были увеличены. И, собственно говоря, что-то в этих штрафах изменилось, но не сильно много, потому что если вы не предоставили срок или предоставили неполные данные или недостоверные по персонифицированному учету, то штраф за каждый непредоставленный случай или недостоверный 500 рублей за каждого застрахованного лица. Эта сумма у нас была такая же и в прошлом периоде, то есть сама по себе сумма не изменилась. А вот появился штраф за несоблюдение порядка сдачи, то есть это я уже говорила, если вы должны были сдавать в электронном формате, а сдали, допустим, по почте, то 1000 рублей. За нарушение подачи сведений по второму разделу ЕФС-1, то есть то, что мы сдавали раньше в соцстрах, такие же штрафы остались, как и были для 4 ФСС. То есть если нарушение сроков произошло, то в этом случае штраф будет составлен не менее 5% от начисленной за последние 3 месяца отчетного периода суммы, но не более 30% и не менее 1000 рублей. То есть, допустим, ограничение 30% для крупных предприятий существенно, потому что начисления там всегда бывают достаточно существенные. А вот если у вас маленькое предприятие или, например, у вас какое-то полуспящее юридическое лицо, по которому, например, начислено там 200 рублей взносов, то вы должны будете заплатить все равно 1000 рублей, что уже обидно. Еще одно изменение коснулось применения финансовых санкций. Ну, во-первых, стал действовать механизм, такой же, как применяется при штрафах ГИБДД. То есть раньше выделялось 10 рабочих дней для того, чтобы вы эти штрафные санкции заплатили. И возможности уменьшить начисленные суммы у вас уже не было. А сейчас действует немножко другое правило. То есть выделяется 20 рабочих дней для погашения штрафных санкций. И если вы уложились в этот период, то у вас, соответственно, вы можете заплатить 50% от начисленной ранее суммы. Ну, соответственно, если у вас было 1000 рублей начислено, то вы в течение 20 дней можете оплатить только 500 рублей, то есть 50%. Еще один момент, что если вы получили уведомление от фискальных органов, что у вас там, например, ошибки или что-то еще нашли, то в этом случае у вас есть 5 рабочих дней для получения уведомления и устранения, соответственно, ошибок или несоответствий. Почему я вам обращала внимание, что срок работы с письмами или с уведомлениями напрямую, то есть с использованием сервиса 1С-отчетность, это вот в нынешней ситуации гораздо более удобный механизм. Здесь у вас есть 5 дней, допустим, потратить день или два из этого срока на прохождение этого предупреждения через оператора ТКС будет достаточно обидно. Ну и, собственно говоря, то есть вы подаете уточненку, в этом случае штрафных санкций у вас не будет, но нужно помнить о том, что чтобы штрафных санкций не было, вам необходимо, во-первых, пересчитать, ну, соответственно, и базу, и начисление, уплатить их и только после этого отправить корректировочный отчет. Такая процедура действует, и если вы нашли ошибку самостоятельно, то есть не дожидаясь уведомления об устранении несоответствий. Сейчас мы снова с вами переключимся, ну, вот, пусть будет у нас зарплата. И посмотрим еще один момент, это кабинет сотрудника. То есть личные кабинеты организации мы с вами уже посмотрели, а вот кабинет сотрудника – это новый сервис, который позволяет сотруднику не дергать бухгалтера по каждому поводу, а, допустим, получить сведения, которые его интересуют, ну, например, справки, там какие-то выписки и так далее, получить напрямую самостоятельно. Это сервис, который работает, может быть, конкретно на ваших серверах, то есть вашей компании, может быть, на 1С. То есть, как вы видите, для того, чтобы им воспользоваться, необходимо запомнить информацию. Это вот эти поля с красным подчеркиванием, чтобы была назначена жертва, то есть кто отвечает за работу с этим сервисом, и после этого достаточно зайти в этот кабинет, посмотреть и справки получить, и сведения об отпусках. Ну, то есть вот этот сервис – это для физического лица, который является вашим сотрудником. Ну и подключить, соответственно, можно вот по этой кнопочке. И в этом случае вы подключаете, если вы делаете это самостоятельно. Для того, чтобы посмотреть более подробную информацию, можно просто перейти вот по таким гиперссылкам, то есть это выделение синим шрифтом, и, соответственно, следуя подсказкам, которые там будут выполнить, это дело самостоятельно. Итак, мы с вами снова возвращаемся к нашим слайдикам. И я хотела бы вернуться снова, к сожалению, наше время уже закончилось, и вернуться к титульному листу, чтобы показать еще раз наши контактные данные, наши телефоны, электронную почту, телеграм-контакты. Поблагодарить вас за то, что вы уделили нам время, за внимание, которое вы проявили к нашей встрече. И сказать, что мы будем рады, если у вас возникли какие-то вопросы, то обращайтесь, мы будем рады вам помочь, ответить на вопросы. Если вы зададите в письменном виде, у нас будет больше, так сказать, простора для творчества, то есть мы сможем более подробно ответить на ваши письма и, соответственно, уже предметы касательно именно вашей ситуации. На этом разрешите вас поблагодарить. Компания Кодерлайн прощается с вами, благодарит вас за внимание, за время и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Всего доброго, хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok